Друзья мои, приветствую вас на канале, на нашем Строй дом своими руками. В общем, сегодня у нас очень веселое мероприятие. Вот вчера было тепло, и сейчас будут кадры из теплого классного Алтая. Один день прошел, высыпал снег. Я сейчас в зимней форме, сегодня мы монтируем уже фермы. То есть это последняя стадия перед монтажом стропильной системы. Кстати, сзади меня вы сейчас видите Мейкер 600 с установленным на нем уже столбом. Это для затравочки, тех кто хотел переключить, в конце, друзья, будет интересно. А теперь мы возвращаемся во вчерашний теплый день, смотрим, как все это происходило, и потом дальше я вам буду уже показывать сегодняшний холодный, промозглый, но интересный денек. Поехали. Сейчас будем заливать три колонны, потом с этих колонн будут подниматься металлические столбы. К этим металлическим столбам будут привариваться металлические фермы, и все это будет идти в наш гараж и создавать тем самым нам навес, навес для машины. И эти 35 метров нашего гаражного кооператива, собственно, тогда увенчаются уже успехом. Мы с сыном заморочились на днях, ну здесь ничего нет, здесь просто мы колонне сейчас заанкеримся с помощью перфоратора. А вот здесь мы забурились на метр шестьдесят, ну вот, с каждой стороны, и поставили арматурные фиксаторы. Поэтому здесь мы сейчас будем заливать бетон. Сын у меня сейчас готовит воду для этих работ. Я возьму просто сейчас шпиляки, которые у меня остались, это десятые шпильки, а бур взял на 12. Я сейчас просто, вот поменьше которые, я их просто сейчас установлю в бетонку, и тем самым заанкерю столб. С бетонными работами мы закончили. Ну, для вас это было, наверное, минутка, а мы потратили на этот день. И уже сняли опалубку с сыном. И одели вот такие вот мешки. Они помогают бетону не быстро влагу себя терять. Где-то в соцсетях выложил статус, и люди заметили, что я хромаю. Друзья, да, такая беда была, когда заливали армопоезд с друзьями. Вечером я подскользнулся, короче, здесь на входе. Спускался и ногу немножечко подвернул. Но это дало мне повод, в общем, отнестись к своему снаряжению и еще более внимательно. Друзья, Бродекс. Кстати, я сейчас в сварочном костюме, и значит сегодня у нас будет сварочный день. Ну, как минимум, пилительный точно. Так вот, смотрите, братцы, я, короче, вот такие вот ботиночки взял. Четыре комплекта различных. Это летние низкие ботинки, еще взял высокие ботинки, зимние ботинки. И самое главное, что все они с полиуретановой вставкой, которая вообще не боится. Короче, ни гвоздя, ни жезла, ни машины, ни трактора. Сделаю вам специальный тест, если интересно. Да что, сделаю, потому что я вообще обалдел, какую снарягу делают сегодня в России. Короче, по ботинкам скажу, что это очень удобный. Размер берите чуть-чуть больше, чем ваш основной размер. То есть у меня вот размер ноги 27 сантиметров, я взял 27,5. Отличные ботинки, сидят просто шикарно. И самое главное, вот этот подворот моей ноги, они как-то ортопедически компенсируют. То есть мне в них ходить комфортнее, чем босиком дома. И это очень прикольно. Так, друзья, теперь задача. Нам нужно испилить почти весь профиль 60 на 60 на 45. Это в фермах, которые мы сейчас будем изготавливать. Будут специальные уключены, которые будут держать форму. Ну, то есть не давать ферме прогнуться, потому что у нас 10 метров пролет. Вот здесь. И моя следующая задача. Нарезать их и сварить. То есть будем варить фермы и устанавливать их сюда на место. Для тех, кто не в курсе, кто только зашел на канал, у нас 35 метров гаража и последние 10 метров просто навес. Ну, мне на самом деле это нравится. Во-первых, можно летом под навесом пылить, мараться хоть что. Ой, блин, Бубик. Руки, Броки Бальбо. Алды поймут. Руки Бальбо. Завязывай. Аккуратней, парень. Да ты блин. Друган. Опасный пес. Братик, ну все, 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 красавчик. Камни хорош есть. Ты уже весь грязный, чумазый, пацан. Эй, ротвейлер. Все, тихо. Так вот, друзья. Это будет навес для того, чтобы можно было делать какие-то грязные работы. В помещении, понятное дело, не попилишь тот же самый керамогранит. А на улице, просто на веранде я уже напилился. Потому что то дождик, то ветер, то снег. И все это, короче, на меня. Что я оправдываюсь? Ну, будет навес. А навес надо сделать грамотно. Заливать бетон такие фермы не получится. Это тяжело и долго. Поэтому решил делать их из металла. Ну, вот сейчас у вас картинка, как это будет выглядеть у нас уже в проекте. Смотрите. А теперь самый главный вопрос, как пилить ровно. Это можно сделать очень долго и кропотливо, а можно сделать быстро и не напрягаясь. И потом в дальнейшем станочек мне пригодится. Это установка УШМ АФЕ. Она как раз для того, чтобы этим заниматься... А что я вам коробки одни показываю? Сейчас я вам все расскажу. Так, это мне позже пригодится. Это просто три в одном станок. Но я уже сразу раз распакую, то покажу все. Единственный вопрос, который меня мучает, это подойдет ли данная установка для большой болгарки. Потому что, конечно, можно и маленькой, но маленькой это все долгое. И очень много дисков уйдет. А у меня есть большая, мощная болгарка, 180-ка. И я думал, может быть, как-то можно адаптировать под нее. Вот этого пока я не знаю. Что мне понравилось? Я искал станок именно с умыслом, чтобы он только просто пилил. То есть я искал, знаете, есть такие наклонная ферма, куда болгарку устанавливаешь. И просто вниз, вверх, и все, под угол выставил. Здесь то же самое, но плюс еще две функции. Первая функция – это протяжка. То есть протяжка, как на дереве, только на металле. Представляете? Вот. Это у нас, скорее всего, вот здесь лежит. Это каретка с трубой АФЕ. Также универсальный держатель УШМ для стойки, вон он. И стойка УШМ сама. Короче, братцы, распаковка. Инструкция с наклеечкой. А, ну вот она, стоечка, столик. Пакуют, как всегда. Друзья, у меня от АФЕ уже очень много всего, вы знаете. Смотрите, даже есть кто запаковывал. Если вдруг болтика не хватит, там на месте разберутся, кто, значит, тут накосипорил. Друзья, ну как реклама будет? Я эту работу в любом случае делаю. Это строительный процесс. Вы строители. Вам это интересно. Поэтому грех было бы это раскрыть не при вас. Какая в нем фиха? Первая, ну установка под болгарку. Дальше. Вот это самое важное. Откручиваешь. Под 45 выставляешь. Под любой угол, какой надо. И подставил сюда трубу. Рокки, братик, дай поговорить со зрителями. Ну охрана. Все, все, всех разогнал. Всех разогнал. Мне даже сигнализация теперь в гаражении нужна. Назад сдам. Спасибо. Лирическое отступление было. Устанавливаем сюда болгарина. Значит, ручка. И пошла эта штука работать. Выставляем, как вам надо. Это первое, что он может. Дальше он еще умеет. Вот так ставим сверху. Болгарку переворачиваем. И у вас получается распиловочный станок. Тоже прикольная история. Но нам это в меньшей степени нужно. Но я взял это на всякий случай. Пригодится 100%. В гараже. А гараж у меня теперь точно есть, вы знаете. Сейчас он вокруг меня. В гараже все пригодится. Все надо. Поэтому, чтобы потом не докупать, не ждать доставки и так далее, сразу взял. Это, скорее всего, фиксатор самой болгарки. Видно, что здесь лежат кольца уплотительные. А, ну там пружинки, шайбочки. Все, это понятно. Сейчас мы это все соберем. Чем прикольная протяжка. Кстати, заметили, как все сделано элементарно, просто и доступно в ремонтопригодности. Вот это меня всегда поражало у Афи. Потому что нет каких-то сложных моментов. И, кстати, хейтеры очень любят ругать именно за эту компанию. Поверьте мне, друзья, что я брал станок по холодной ковке, что я сейчас взял вот это, что у меня есть станок для затачивания кафеля под 45. Я им постоянно пользуюсь. Очень удобная вещь. И скоро вы опять увидите, когда мы будем сауну все-таки доделать. Но я хочу сейчас гаражом добить, пока вот погода дает. А потом будем домашней работой как раз под нашим новым навесом. Так вот, все то, что я брал у Афи, сделано грамотно и продумано. И это радует. И самое главное, что это не Китай какой-нибудь голимый. Россия. Россиюшка, матушка. Так. Все, друзья, распаковка закончена. Теперь я все это собираю и вам уже показываю в итоговом виде. И начинаем работать, наконец-то. Потому что сейчас уже начнутся, скорее всего, комментарии. Опять реклама. Опять весь ролик ни о чем. А я хочу вам о чем-то. У нас главная тема сегодня это навес над гаражом. Сразу поправка на ветер, что не факт, что он будет пилить такую толстостенную трубу и такую высокую, тем более, и 125-й болгаркой. 180-ю вряд ли туда поставишь. Но было бы, конечно, идеально, если бы она туда вмонтировалась. Это больше такой любительский вариант чего-то быстрого отпилить. У меня есть много разных болгарок сейчас, вы знаете, скопилось. И я какие-то прям зафиксирую. Потом в своем гараже. Он теперь у меня есть, мастерская. И я хочу сформировать ее очень комфортно, удобно. Короче, я доволен. И главное, что стоит это все очень даже недорого. Вообще, на самом деле, я готов пилить уже рукой, болгаркой. Болгаркой мне легко. Я ей пользуюсь, справляюсь очень даже комфортно и элегантно. Как минимум сейчас посмотрим на механизм. А как максимум я попробую им поработать. Но точно знаю, что пилит он 30-ку, 40-ку. Вообще без проблем. Но 60-ка там под вопросиком. Можно ставить диск на 125, можно ставить диск на 150. Ну, конечно, разные болгарки. Ту, которую я хочу пилить в дальнейшем трубы эти. Потому что там очень много работы. Это 180-я болгарка. Она к этому не подойдет. То есть там надо более, наверное, уже какой-то профессиональный станок. Вот. Хотя это профессиональное оборудование. Так. Ну, приступаем к разбору. Смотрите. Показываю. В общем. Ну, а дальше начнем уже работу. Сегодня наша задача варить, начать фермы. Очень много профиля. Очень много работы. Так. Кто не диванный эксперт, а настоящие строители. Сейчас подтвердят мне, как же тяжело запиливать большое количество разного профиля без вот такого аппарата. То есть, когда вы пилите просто болгаркой. Ну, допустим, ладно, угольник есть. Отметил маркером. Все. Очень тяжело ловить именно вот эту ось. Потому что ушел вправо, ушел влево. И самое интересное, что сейчас думаю, мы же целый плод построили без такого аппарата. Представляю, если бы он у нас был сразу. То есть, просто сидишь и вот таким вот движением наваливаешь маленькие профилюшки, которые мы варили как армокаркас. Круто. И цена его вообще копеечная, на самом деле. Так, ладно. По поводу протяжки. В следующем ролике, когда буду листовой металл пилить. И по поводу циркулярки. У меня просто на болгарку сейчас нет насадки под циркулярку. Но, кстати, надо подумать, может она и кафель так умеет пилить. Все, братцы. Начинаю работу. А вы смотрите. Давайте справедливости ради, коротко, емко, расскажу вам, как все дело происходило. Ферму я решил делать из профиля 60 на 60, стенка 3, простая профтруба. Длина фермы 10 метров, поэтому нужно было просчитать так конструкцию фермы, чтобы она ни в коем случае не дала никакие погрешности. К сожалению, так как я не являюсь конструктором, а всего лишь блогер-самостройщик с канала «Строю дом» своими руками, я сделал это по наитию. В общем, ферма у нас 48 сантиметров в высоту, профиль я уже объяснил какой, и уклонами идет под 45 градусов. После монтажа, конечно же, я протестировал, попрыгал на ней, поставил ее вертикально. На сварку ушло 3 дня, но вы, конечно, это сейчас увидите всего лишь одним днем, потому что, ну, не в этом наша самая главная суть. Хочется просто показать вам фермы и уже приступить, друзья, к монтажу стропильной системы, так как скоро морозы, а машины до сих пор стоят на улице. Ну и теперь включаем музыку, друзья, и смотрим, как это все дело происходило. Музыка 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 О, бодрит. Друзья, сейчас такое время настало, я заметил, что многие болеют, многие болеют сейчас какими-то непонятными простудными заболеваниями, поэтому, друзья, жарковский-мед.рф, у меня еще есть медок, есть василек, дягель, разнотравец. Вкусняшки, 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 всякие разные. Также есть рамки медовые и, кстати, по секрету, не на ухо, не на ухо, тоже появилось. Поэтому переходите на наш сайт жарковский-мед.рф, а также подписывайтесь на наши социальные сети, дзен, вк, рутуб, это все, все ссылки, все ссылки под видео, братцы. Все, мы продолжаем, работаем. Музыка 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 Музыки Музыка Музыка Редактор субтитров ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Кстати, друзья, а еще у меня возникла вот такая мысль. Вы видите, что мы сейчас изготавливаем, вы видите, какую работу я сейчас произвожу. Поставьте на паузу, на одну секундочку, и напишите в комментарии, как вы считаете, вот без погрузчика смог бы один человек решить этот вопрос? Я понимаю, что можно сказать, да можно было нанять кран или ручку, и ты бы сделал это все так же хорошо. Конечно, конечно, можно было. Но, друзья, я делаю это третий день, потому что, подняв ферму, надо где-то пристреляться, где-то подрезать, где-то, ну, то есть надо ее присадить. Работа ручки, насколько я знаю, 2000 рублей в час. Вот и считайте. А этот погрузчик выручает меня каждый день во всех моих начинаниях. Вот так. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Работа сделана. Работа сделана очень даже здорово. На все про все у меня ушло около пяти дней. Это три дня сварки и два дня сборки. Я не представляю, что бы я делал без машины. Машина вообще выручает. Друзья, если кому интересно, через меня вы можете ее приобрести. Я вам помогу. Мы закончили основные работы по армокаркасу нашего сооружения. И теперь мы можем смело, с полной уверенностью приступать уже к изготовлению стропильной системы. Вот здесь я хотел бы с вами посоветоваться. Много вариантов предлагаю в комментариях. Это ЛСТК, это дерево. Но дерево сейчас покупать к зиме уже сырое бесполезно. Его поведет, сушить нужно. И вот у меня сейчас дилемма. Я об этом думаю. Пожалуйста, напишите в комментариях ваши мысли по поводу кровельной части. Я сейчас подкапливаю денег, потому что на гараж уходит около 2 миллионов рублей на все мероприятие. И вот, ну, тяжеловато. Тяжеловато вам скажу. Но мы стараемся, мы бьемся, мы работаем. Поэтому все будет у нас замечательно и хорошо. Так, друзья, все. Я рад вас был видеть. До скорой встречи. Увидимся с вами буквально через пару дней. Пока.